Привет дорогие мои друзья! Сегодня я рекомендую вам канал, который называется Карпелянский Владимир. Канал посвящен самоделкам и главным образом радиолюбительской тематике. Канал хоть и молодой, но на нем уже есть достаточно интересные видосы. Например, видос с блютуз модулем, который вы все у меня просите, а он до меня никак не дойдет. Можете перейти к Владимиру и посмотреть, у него это уже есть. Тест батареи, крисфикс прайс, усилители на ТДА и в общем много чего интересного. На самом деле переходите, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Ссылка на канал будет в описании под этим видео. Ну а теперь давайте посмотрим на измеритель температуры жала паяльников, уже распакованный, потому что видос с распаковкой я случайно удалил. Ну да, бывает такое. Перед использованием я все же заглянул в инструкцию. Смотрите, значит нужно установить вот эту вот прокладочку сюда. Потом я узнал, что температура измерения 700 градусов максимальная. И точка измерения она вот здесь вот прямо по центру находится. Все вроде как сделал, прокладочку установил. Первый наш кандидат на измерение будет вот такой вот паяльник с нехромовым нагревателем. То есть у него нет никакой регулировки температуры. Я его просто включил, он у меня уже минут 20, наверное, включен. Хорошенько разогрелся. И давайте посмотрим, какую температуру он нам покажет. Ну вот, дорогие друзья, 321 градус. И больше у нас с вами температура не поднимается. Я достаточно долго держал жало на нашем измерителе. И больше 321 градуса температура подниматься не хочет. Значит, резюме по паяльнику. На эту температуру у нас влияют различные факторы. От напряжения в сети до температуры воздуха. Ну вот, то есть здесь нет никакой регулировки. И паяльник, в общем-то, уже пережиток прошлого, я так считаю. Следующий паяльник, который мы с вами будем измерять. Сайке 852D+. Это аналог люкея. В общем, тот же самый люкей, только с другим названием. Сейчас я включу его, прогрею и измерим. Паяльная станция разогрелась. Выставил я на ней температуру 350 градусов. Напомню, на ней аналоговая регулировка, то есть крутилочка стоит. И давайте измерим, значит, температуру жало паяльника Сайке. Вот это же скач, дорогие друзья. Уже несколько минут его держу. И температура медленно-медленно ползет вверх. То ли паяльник так долго нагревается, хотя включен он уже приличное время, то ли что. В общем, вот, вроде как зафиксировалось 251, 252 показывает нам измеритель. А фактически стоит 351. Жескач просто, дорогие друзья. Вот такой разницы в 100 градусов почти. Я вообще не ожидал от этого паяльника. Сплошные разочарования, значит, с этой паяльной станцией. Вот, ну, так как здесь температура у нас регулируется, давайте попробую выставить максимальное значение температуры. И подожду еще, пока он прогреется. Измерим, значит, на максимальном значении температуру. Максимальное значение у паяльной станции 500 градусов. Я выставил на 500. Мигающий светодиод указывает на то, что станция уже разогрелась до 500 градусов. Давайте проверим, так ли это. Ну и, в общем-то, дорогие друзья, ту же самую картину наблюдаем. Уже достаточно давно держу. И медленно-медленно температура у нас ползет вверх. И разница у нас тоже почти в 100 градусов. Да, покалибровать эту станцию, конечно, не помешало бы. Но по секрету я скажу, что заказал нагреватель керамический. И, возможно, у нас будет видос, где я его переставлю. И мы посмотрим, как будет отличаться по нагреву и по скорости нагрева, значит, этот паяльник от стокового варианта. Вот, я думаю, будет очень интересно. В общем, вот, дорогие друзья, уже 420 градусов доползло. Но вы сами понимаете, что при пайке так долго паяльник никто держать не будет, да, у деталей. Потому что уже, ну, несколько минут реально держу. Вообще капец, жесть. В общем, разочарование, да и только эта станция. Ладно, давайте не будем тянуть резину и перейдем к следующему нашему участнику. Следующий кандидат на измерение, это вот такой вот паяльник, который нагрелся у нас за полминуты, если я не ошибаюсь. То есть это достаточно быстро. Но вот, судя по вот этой вот лампочке светодиодной, термостабилизация у него проблемы. Потому что уж слишком долго она не горит. Потом включается, горит какое-то время. Вот включилась. Сейчас она выключится и опять не будет достаточно долго гореть. То есть у этого паяльника, я уверен, температура будет сильно варьироваться. Поставил я его, как вы можете видеть, на 350 градусов. И давайте попробуем измерить температуру жала. Хочу обратить ваше внимание, что температура очень быстро здесь набралась. В отличие от нашего сайке паяльника от паяльной станции, здесь температура практически моментально набралась. И погрешность, я вам скажу, очень даже небольшая. То есть буквально тут вот в 15 градусов даже вот и то поднимается. Ну, короче, ребята, да, по точности в принципе неплохо отличается. Вот смотрите, стоит 350, а фактически 330. И то вот оно, смотрите, даже дальше поднимается. Ну, то есть в принципе нормально, в принципе нормально, допустимо, как бы вообще классно. То есть вот недорогая альтернатива хорошим паяльникам. Теперь давайте попробуем выставить терморегулятор на максимальную температуру. И посмотреть, какой температурой он нагреется на максимуме. Сейчас мы немножечко подождем. Светодиод у нас моргает, горит. Сейчас он потухнет и будем измерять. Вот потух, и давайте будем измерять температуру жала на максимальном значении терморегулятора. Как хорошо себя паяльник показал на 350 градусов, и как плохо он себя показывает на максимальной температуре. Ну, то есть вот, как вы можете видеть, до 400, если доберется, то будет хорошо. То есть у нашей паяльной станции Сайке в этом явное преимущество. В максимальной температуре она отдает больше, чем этот паяльник. Потому что уже очень давно держу жало на датчики. И очень медленно идет набор температуры. То есть вот, дорогие друзья, в максимальной температуре этот паяльник проигрывает нашей паяльной станции. Ладно, давайте перейдем к нашему следующему участнику. Следующий участник наших с вами измерений, это вот такой вот паяльник GS90D. За сколько он нагревается, я уж не помню. Но быстрее, чем наш предыдущий участник. Кто не смотрел тест на скорость нагрева, вот здесь вот восклицательный значок. Нажмите, я туда видосик прикреплю. Обязательно посмотрите, прикольная видяха. Вот, значит, сейчас стоит показание 350 градусов. И давайте посмотрим, так ли это. Так, почистим, давайте жало. Ну и, в общем-то, вот, тоже у нас есть разница в 15 градусов. Но здесь есть возможность калибровки. Давайте попробуем эту разницу компенсировать вот таким вот цифровым, значит, калибровочным способом. Не в ту сторону откалибровал. Давайте сделаем в обратную сторону. Чуть-чуть не догревает, дорогие друзья. Ну, то есть, сейчас мы с вами добавим еще немножечко здесь. Вот так вот давайте сделаем. Ну и вот, откалибровали. И температура у нас практически 350 градусов. Но я думаю, сейчас, если еще немножко подержать, то все-таки доползет. Ну, ладно, не суть важна. В общем, с калибровкой этого паяльника, я думаю, вам все понятно. Давайте теперь выставим максимальное значение температуры здесь. То есть, максимальное значение температуры здесь 480 градусов. Выставили его. Давайте подождем, пока он у нас нагреется. И приступим к измерениям. Позвонили мне, как раз паяльник немножечко нагрелся. Давайте измеряем температуру. Фантастика, дорогие друзья. Сразу же 480 градусов. Даже немножко переборчик. Ну, я думаю, что я тут с калибровкой немножечко перестарался. Все-таки надо скинуть, наверное, пару градусов. Ну, хотя вот, вы видели, нагревается он очень сильно. То есть, из всех паяльников, которые мы с вами сегодня нагревали, до настоящего момента, этот паяльник нагрелся сильнее всех. То есть, сразу показывает 485, вот я видел, градусов. Ну, ребята, согласитесь, неплохой результат. На максимальную температуру этот паяльник пока что занимает первое место. И давайте перейдем теперь к нашему прошлому финалисту. Это паяльник на базе JAL HAKA T12. HAKA T12 это, значит, вот такой вот кит-набор, который мы с вами паяли. И здесь у нас не JAL, а картриджи устанавливаются. Вот так вот они выглядят. Кто не смотрел, обязательно посмотреть и видео по сборке, и видео с тестом на скорость нагрева. То есть, этот паяльник у нас, напомню, занял первое место. И время нагрева до температуры плавления ООО было 15 секунд. Если я ничего не путаю. В общем, давайте я сейчас его включу. Включил паяльничек, и он моментально, значит, набрал температуру. Вот стоит сейчас 350 градусов. Давайте почистим немножечко жало. А вот с точностью этого паяльничка явные проблемы. Ну вот, дорогие друзья, произвел калибровочку. То есть, она вот при помощи этого переменного резистора производится. По часовой стрелке температура увеличивается, против часовой уменьшается. Ну и вот, как вы можете видеть, 350 градусов все соответствует у нас. Все очень точно и круто. Ну, немножечко там варьируется. Это ничего страшного. Значит, давайте теперь установим максимальную температуру. И посмотрим, как он у нас нагреется до максимальной температуры. Значит, максимальная температура здесь 450 градусов больше не ставится. Немножечко подождем и будем измерять. Приступаем к измерению. Температура растет, растет, растет. Ну и, как вы можете видеть, температура у нас варьируется в районе 415 градусов. То есть, больше этот паяльник нагреться не может. Что ж, в этом тесте этот паяльник занял у нас второе место. А наш предыдущий участник, который в тесте на время нагрева занял второе, сегодня занял первое место. Вот так вот, дорогие друзья. Такое у нас сегодня интересное видео было. В общем, вот, поизмеряли температуру. Если вам видос понравился, поднимаем пальцы вверх. Кто еще не успел подписаться, подписывайтесь на канал. С вами был Александр. Всем вам желаю удачи, хорошего настроения, море позитива. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok